Лукашенко решил, кто должен делать ремонт в школах. Почему платников хотят заставить отрабатывать распределение? Во что превратилось время возможностей из-за санкций? Эти и другие цитаты недели в новом выпуске. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Александр Лукашенко предложил инновации в школьном воспитании. Там, где надо, должно быть подкрашено, заменены окна, двери, облагорожена территория. И обязательно все работы надо проводить с участием детей. Воспитывайте молодежь трудом, тогда отношение к школе у них будет соответствующее. Это что же получается? Уже не первый десяток лет с родителей собирают то на шторы, то на стулья. Мамы и папы в отдельных случаях еще могут поклеить обои в классе, ну и вообще внести свой посильный вклад в укрепление материальной базы. А теперь выходит, что и ремонт школы должны делать с привлечением детей. Ну ладно, там окна помыть или школьные клумбы прополоть. Это куда ни шло. Но менять окна, двери и красить сцены, это уже какой-то новый шаг. Вообще, принцип трудового воспитания можно развить. Выпустился из детского сада, начинай строить школу. Как построишь, так и поучишься. Опять же выгода. Не только знание и таблица умножения, но уже и к первому классу рабочая специальность. Каменщик, штукатур, маляр и лесотехник. Но это я утрирую. Григорьевич, конечно, хотел сказать, что, мол, если дети будут что-то делать своими руками в школе, то и будут относиться к ней бережно, будут знать цену труду. Но как вышло, так вышло. В последнее время и сам, и его подчиненные все чаще говорят о, так сказать, социальной ответственности граждан. Мол, не только правительство для народа, но и народ для правительства. Так что ничего удивительного. Министр образования Александр Иванец считает, что студенты, заплатившие за образование, должны еще его и отработать. Что хочу особо подчеркнуть, уважаемый Александр Иванович, сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать. Соответствующие изменения готовим для внесения изменений в Кодекс Республики Беларусь в образование. Это все тоже совещание у Александра Лукашенко. Аргументов в пользу такого решения, как распределение обязательной отработки для студентов платников целых два. Во-первых, якобы они платят недостаточно, мол, не более четверти или половины стоимости, да и вообще дешевле, чем в других странах. Ну а во-вторых, мол, мы готовим специалистов, а они уезжают. Понятно, что миграция стала основной причиной такой инициативы. Какое бы распределение для платников не ввели, сколько бы лет барщины после института не назначили, глобально проблему это не решит. Люди все равно будут ехать. Дело даже не в деньгах, а в уважении. Достаточно посмотреть на лепечущего министра образования, у которого явно трясутся коленки, а сердце лежит где-то в районе пяток. Впрочем, развить их идеи можно. Например, ввести обязательное распределение и отработку для иностранных студентов. А чего это? Нашим воздухом дышали, а тут взяли и к себе поехали. Ну или железный занавес. В Совете Безопасности нашли еще одно объяснение запрету на обмен паспортов за границей. Слово заместителю госсекретаря Павлу Муравейко. Вы знаете, подводных камней нет и абсолютно логично прозвучал тот вопрос, что мы разгружаем наши дипломатические представительства. Указ главы государства четко прописывает, для каких целей он принят. Это для оптимизации совершенствования административных процедур и упорядоченной действий наших дипломатических представителей. Ладно, забудем уже про эти паспорта и сам указ. Мне нравится, как чиновники любое действие стремятся объяснить оптимизацией и разгрузкой. Можно подумать, дипломаты и приписанные к посольствам работники грузчиками работают, ящики по 100 килограммов таскают или каждое заявление белорусов посольства для них сроднит тонни чагуна, таким тяжелым грузом ложится на душу. Света белого не видят, всю жизнь отдают работе, поэтому конечно их нужно разгрузить. Ну и оптимизации с той же серии. Денег нет, но вы держитесь. Между тем, деньги в бюджете все-таки есть. В общем, получается такой бермудский треугольник, в котором безвозвратно тонет здравый смысл. Ни быстро, ни качественно и дорого. Председатель концерна Белый Легпром Татьяна Лугина предложила оригинальный взгляд на санкции. Мы сегодня четко понимаем, что без кооперационных цепочек производственных и без совместных предприятий торговых будущего в долгую, когда наступит постсанкционный период, может и не быть. Как говорится, санкции это время возможности. Григорьевич неоднократно настраивал чиновников на то, что санкции это наш шанс. Нужно, мол, занимать освободившиеся ниши на российском рынке и так далее. Не буду спорить, удалось. Когда ушли именитые бренды, нашелся покупатель и на подделе отечественного государственного Легпрома. Однако принципиально это, по сути, ничего не изменило. Как было с конкурентоспособностью плохо, так и осталось. Татьяна Алексеевна прямо говорит, что в послесанкционной эре у ее концерна на российском рынке будущего может и не быть. Вот такая победа.